Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Еще, знаете, один ролик по поводу того, как с жителями временно оккупированных украинских территорий обращаются расшисты. Причем, в данной ситуации речь даже пойдет не о тех патриотах Украины, которые не смогли и не могли, в принципе, остаться под российской властью, которым пришлось убегать от российских фашистов в Киев, во Львов, в Винницу и так далее, в Днепр и другие города Украины. Кто куда? А тех, кто вполне себе ватный, вполне себе ждал Россиюшку, в общем-то, знаете, сидел, как таракан такой мерзкий, под шпонкой, иконкой какой-то там, и ждал. Россия, приди, Путин, помоги! Вот речь пойдет о такой вот публике. Ее в Мариуполе, что греха таить, было довольно большое количество, и вот они, как говорится, дождались. Сначала пришли расшисты и тупо снесли весь город. Ну, что произошло с Мариуполем, мы прекрасно знаем. Массовое убийство расшистами детей в драмтеатре, разгром практически всего полностью жилого сектора, просто там камня на камне не оставили. Часть же домов те, что они не догромили, которые можно восстановить, и вот тут самое интересное. То есть, расшисты уничтожили под, как говорится, под корень, под фундамент не все дома в городе. Частично дома были просто, скажем так, повреждены расшистскими бомбами, ракетами, снарядами и так далее. Но подлежат, в принципе, при нормальном постановке вопроса, они подлежат себе ремонту, ничего, как говорится, сверхъестественного в их восстановлении нет. И тут там местная вата ждала, что вот они ждали, они дождались наших ребятушек. Ребятушки пришли, и тут начинается, во-первых, первое, чем занялись ребятушки, вот сразу, только приедя, это мародерство. То есть, вынесли нахрен все, что есть. Это, ну, по Буча знакомо, да. Кто тут вот у нас в Киеве, Буча, Ерпень, Гастомель, Бородянка, Ворзель, прекрасно знают, когда приходят вот эти вот люди в военной российской форме, что остается после этого от квартир. Но в Мариуполе они ждали что-то другое, понятное дело, отмародерили в Херсоне, помните, да, вынесли все, включая окна, да, поснимали. Вот, было такое. Тут тоже, как говорится, без мародерства не обошлось, но не суть, это самая малая, казалось, проблема. А потом пришла российская, так сказать, власть. И вот эта, так сказать, власть решила вот эти дома, тем паче часть из них находится в центре города, нахрен снести. Зачем они им нужны? Им проще построить там новое. Местная Ватя, которая так радостно, знаете, с визгами, с соплями и поплями ждала этих вот новоявленных освободителей гитлеров, путлеровских, пообещали, сказали, да, да, вот будут построены новые дома, мы вам дадим квартирки, будете там жить, портретик Путина, иконку с Путиным, значит, в уголочек прицепите, молиться будете с утра до вечера Путину за то, что вам вместо вашей квартиры с ремонтом дал свою квартиру без ремонта. Окей, хорошо. Начали строить, причем это массово касается, кстати, вот этого углового дома с часами, да, в курсе дела Сталинка, вот этого знаменито их самое главное, в том числе. А что вы думаете? Да, дома они почти полностью построили. Но удивительная вещь, местную вату, которая так ждала путинцев там, в Мариуполе, почему-то за строительные леса не пускают, за забор стройки не пускают. А что такое? Вата как-то начала вибрировать, даже при, скажем так, весьма ограниченных интеллектуальных, так скажем, способностей местных ватопитеков, они начали что-то подозревать. Не зря, да, совершенно не зря, короче говоря, вот эти вот дома, вот эти вот квартиры, точнее, в этих домах, которые построены, их дома снесли, или же их дома, скажем так, перестроили до неузнаваемости, сказав, что это новые дома. На месте их, получается, стоят, ну, вроде похожие дома, а вроде и их дома, а вроде и не их. Их просто, знаете, что сделали? А их продали, продали расистам, другим расистам, которые, кстати, я не знаю, вот они драпать потом будут с этих домов, без штанов будут бежать потом. Но это будет потом. Пока что они продали своим расистам, которые приехали из вот этих грязей, из хлябей, из вот этих всех кошмарных российских регионов, приехали в украинский Мариуполь помародерить. Вот им, собственно говоря, продали вот эти квартиры. А вы спросите, а что ж с Ватой? Вата ж так ждала. Россия, прыги, Путин, прыги, Путин. Ну, Путин пришел. Первым что сделал? Правильно, оставил без квартиры, сделал бомжами. Где сейчас живет Вата, вот, которая жила в центре города? Который сейчас на глушман, там все сносится, переделывается. И, как говорится, где это все, их жилье бывшее раздают расистам. А где живут? А Вата, говорят, а мы где живем сейчас? В гаражах живем, у знакомых живем, в подвалах живем, еще где-нибудь живем. Только не в квартирах. Вот стоило кричать, Путин, помоги. Стоило поддерживать Россиюшку. А какая хорошая Россиюшка, да. Кричали Азов, там, да, оборонял Мариуполь. Некоторым, вот, эпитекам это не нравилось. Ну, вот, при Азове, при Азове, когда там был Азов, полк Азов, потом бригада Азов. У вас были у всех квартиры целые. Ни одного выстрела, ни одного снаряда, вообще ничего. Мариуполь сверкал, свел, пах. Был красивым городом, с шикарными зарплатами. Пришел Путин. В Мариуполе остались руины. Частично что-то там отстроили. Я буду даже молчать сейчас по качеству новой стройки. Я делал специальный ролик. Там вообще, вот эти вот хрущевки, которые они новое построили, трехэтажные. Это вообще мрак там. Там все разваливается уже. Вот. И же оказалось, что они без фундамента. Вот. Но это другой разговор. Их оставили без квартир. Их дома, вроде бы, ремонтировали, де-факто поставили на их месте новые дома. В которых продали. Их квартиры продали россиянам. А вот эта вата, которая ждала Путина, вот так вот с открытыми, как говорится, хлебальниками. Единственное, что им осталось, прицепить иконку Путина. А, так некуда. У них же даже туалета нет, куда ее можно прицепить. Ну, значит, в гараже.